Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – музыка. Александр Сергеевич Пушкин В истории мировой литературы вряд ли можно найти имя писателя или поэта, творчество которого так же широко отразилось бы в музыке, как творчество Александра Сергеевича Пушкина. «Музыкальная Пушкиниана» насчитывает тысячи названий. Сюда входят оперы и романсы, симфонические произведения и музыкальные драмы, балеты и народные песни. «Пушкин – неисчерпаемый родник для русской музыки», – писал Серов. А замечательный русский композитор Лядов говорит, «О, Пушкин, Пушкин! Вечный, лучезарный, свободный художник! Вот перед кем могу стоять на коленях!» Поэзия Александра Сергеевича Пушкина вдохновляет композиторов на сочинения романсов уже три столетия. «Известные и неизвестные композиторы, дилетанты и классики все в той или иной мере чувствуют музыкальность стиха великого поэта». При жизни Александра Сергеевича Пушкина было создано около 80 романцев. Музыку на его стихи написали Алябьев, Варламов, Гурелев, Глинка, Доргомышский, Булахов, Кюи, Римский Корсаков, Рахманинов и многие другие композиторы. Слава Пушкина захватила и западную музыку. Английский композитор Бриттен овладел русскими текстами шести стихотворений Пушкина и написал на них романсы. Гениальная опера «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки, написанная на сюжет одноименной поэмы Александра Сергеевича, открыла пути воплощения в музыке не только лирических, но и эпических, и фантастических, сатирических образов Пушкина. На сюжет пушкинских произведений написаны оперы Доргомышского, «Русалка», «Каменный гость», Модеста Петровича Мусоргского, Борис Годунов, Петра Ильича Чайковского, Евгения Онегин, «Пиковая дама», «Мазепа» и другие композиторы тоже писали оперы на сюжет пушкинских произведений. В 1899 году, к столетию со дня рождения великого поэта, Николай Андреевич Римский-Корсаков создает оперы на сюжет сказки о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедя. Лебедя к этой опере написал Вельский, сохранив по возможности пушкинский текст и сюжет. Музыка римского Корсакова замечательно передает неторопливый стиль повествования, нарочитыми длительность развития действия, свойственные пушкинскому произведению. Очень живописно-симфонические антракты, знаменитые «Три чудо», «Полет шмеля» и другие. Первая постановка опера состоялась в октябре 1900 года в Москве и прошла шумным успехом. Восторг зрителей был вызван как прекрасной музыкой, так и блестящим оформлением спектакля, которая принадлежала кисти замечательного русского художника Врубеля. С тех пор сказка царя Салтани прочно вошла в репертуар оперных русских театров. В XX веке интерес к творческому наследию поэта не угас. Советские композиторы также создали целый ряд значительных сочинений. Более 600 романсов и хоров, до 20 балетов, более 10 опер, музыку к спектаклям и кинофильмам. Эти цифры с годами растут, и мы можем смело сказать, что уже сейчас почти каждое лирическое произведение Пушкина воплощено в музыке. Среди советских композиторов можно назвать такие известные имена, как Глиер, Прокофьев, Шостакович, Асафьев. Одно из самых удачных воплощений в поэзии Пушкина в русской музыке XX века принадлежит Георгию Васильевичу Свиридову. Кстати, его первой творческой удачей в свое время стали именно романсы Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня они признаны вокальной классикой и входят в репертуар многих выдающихся певцов. Через несколько десятилетий Свиридов, уже будучи признанным композитором, вновь обратился к поэзии Пушкина и создал произведение, которое стало значительным событием музыкальной жизни. Это хоровой цикл «Пушкинский венок». А его музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» стали настоящим достоянием народной музыки. Все больше появляется музыкальных произведений на сюжеты Пушкина среди зарубежных композиторов, которые по-своему их понимают, воплощают звуком. Среди них следует отметить романсы Бриттона, английского композитора, лютославского, польского композитора, Новака, чешского композитора и других. Истинный патриотизм Пушкина, глубокая народность его творений, яркая национальная окраска, сочность и богатство русского языка – вот те черты его сочинений, которые особенно созвучны человеку. Именно этим можно объяснить, что композиторы неустанно вносят свой вклад в музыкальную Пушкиниану, притворяя лирические, драматические, эпические и сказочные образы его произведений в музыку. Истинный патриотизм Истинный патриотизм Истинный патриотизм Светом унылый и простой Слыхали мы, слыхали мы Встречали мы в пустыне смены стран И царю пыли за свои мечали Светы слез, улыбку замечали И тихый взор, исполненный тоской Встречали мы, встречали мы Издохнули мы, героя тихой глаз И в царю пыли за свои мечали Когда пристал и врачу и дали Встречали отцом его подуша гас Вздохнули мы, вздохнули мы И в царю пыли за свои мечали И в царю пыли за свои мечали Позднее молчание ночи темной Буй нас для тебя и ласковый и томный Ты, Боже, позднее молчание ночи темной Безслужа моего, безслужа моего Печальная свеча горит Мои стихи темной Смехой осыжурча Темно-трачьей любви Полны тобой О тьме твои глаза блестают при домою О тьме твои глаза блестают при домою Мне улыбаются, мне улыбаются И звуки слышу я И звуки слышу я И звуки слышу я Смешу я Мой друг Мой нежный друг Люблю Твоя Твоя Мой друг Мой нежный друг Мой друг Мой нежный друг Мой Твоя Твоя Мой Твоя Мой Александр Сергеевич Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке Часть первая Жил старик со своей историей У самого гусеника моря Они жили в веткой землянке Рабы отрицать лет за три года Старик ловил невода рыбу Старуха привела свою пряжу Раз он в море Закинул невод Пришел невод С одной тиной Он в другой раз закинул невод Пришел невод С травой морской В третий раз закинул он невод Пришел невод С одной рыбкой Непростой рыбкой Золотой Как взволится золотая рыбка Голосом море человече Отпустите старший меня в море Дорогой за себя дал отку Откуплюсь чем только пожелаешь Удивился старик Испугался Он рыбачил тридцать лет три года И не слышал, чтоб рыба говорила Отпустил он рыбку золотую И сказал ей ласковое слово Бог с тобою, золотая рыбка Твоего мне откупа не надо Ступай себе в синее море Гуляй там себе на просторе Воротился старик ко старухе Рассказал ей великое чудо Я сегодня поймал была рыбку Непростую рыбку Золотую По-нашему говорила рыбка Домой в синее море просила Дорогой от цена откупалась Откупалась чем только пожелаю Не посмел я взять с нее выпук Так и пустил я в синее море Старик ко старухам забронил Дурачина ты, простофиля Не умел ты взять в инку по срывке Хоть бы взял бы с нее корыто Наша-то совсем раскололась Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...